Друзья, привет вам! Я начинаю новую работу отвечать на ваши вопросы, которые я получил в твиттере и в журнале. Я с интересом это буду делать. Мне интересно, что вы у меня спрашиваете. Откровенно говоря, меня даже иногда ваши вопросы интересуют больше, чем мои ответы. Потому что я свои ответы примерно знаю, что я буду говорить. А вот что вы у меня спрашиваете, мне правда очень интересно, потому что поэтому я определяю, что вообще происходит, какое у вас настроение, ну и вообще, что вы думаете. Ответы на многие вопросы, которые вы мне прислали, есть в моих выступлениях перед вами, в предыдущих постах. В том случае, если это прямое совпадение или по сути все одно и то же, то когда я не буду подробно отвечать или буду рассчитывать на то, что вы посмотрите это в предыдущих постах, там вы все найдете. Вообще-то я лично думаю, что я на многие вопросы уже ответил вам. Но, тем не менее, буду отвечать и на все остальное тоже. Планшетник я еще не купил. Поэтому буду пользоваться своим любимым компьютером. А как куплю планшетник, сразу вам покажу. И быстро, надеюсь, научусь им пользоваться. Конечно, удобнее, чем такую здоровую штуку с собой возить. Тина Кандалаки написала мне приятные вещи, что она приглашает меня в свою передачу. Я обязательно приду. Ну, как вот время совпадет. Вообще, мне интереснее прийти к Тине в передачу тогда, когда будет ближе к выборам. Чем ближе к выборам, тем и интереснее. Но, тем не менее, я специально откладывать не буду, как обстоятельства совпадут в такие бреды. Ну что, я могу начинать отвечать на вопросы. Да? Вот такой вопрос. Дараимон-2. Как будет вестись борьба за социальное равенство различных групп населения? Какие пути решения проблем гомофобии, экстремизма будут предложены партии? Значит, любой из этих вопросов имеет потенциал длинного подробного ответа. Но я буду стараться отвечать вам самую суть, как я считаю. Вот самая суть в ответить на этот вопрос такая. Вот главное добиться, чтобы закон был одинаковый для всех. Вот просто для всех. Это первое важнейшее политическое требование нашей партии уже 20 лет. То есть смысл всех реформ в этом. Все должны быть равны перед законом. Президент, таксист, любой человек, студент, любой человек в нашей стране нести одинаковую ответственность перед законом. Вот таким образом и будет достигаться, фундаментально достигаться равенство, социальное и всякое другое, которое необходимо. И борьба с экстремизмом – это тоже то же самое. Там, конечно, дальше будут разные нюансы. Но без этого обсуждать все остальное совершенно бессмысленно. Балагур 1980. Как реально превратить фальсифицированные выборы в честные? Явка. Если много придет людей, очень много людей, то масштаб фальсификации будет маленький. А если мало придет людей – очень большой. Вот и все. Поэтому без вас ничего сделать невозможно. Смотрите. В России 96 тысяч избирательных участков. Поставить наблюдателей на 96 тысяч избирательных участков не может никто. Это только государство может. А он этого не хочет. И оно само их организует. Поэтому реальный способ уменьшения фальсификации – это большая явка, о чем мы вам и говорим. Возможно ли сместить нынешнее правительство мирным путем или без революции не обойтись? Необходимо это сделать. Необходимо. Революция приведет к последствиям хуже, чем сегодня. Вот положение после революции будет хуже, чем сегодня. Вспомните известную фразу. Революции придумывают идеалисты, возглавляют фанатики, а плодами этих революций пользуются негодяи. Это фраза не случайная. Эта фраза описывает историю всех революций. Учтите это. Не думаем. Как я прокомментирую книгу «Разоблачение» моего бывшего соратника Юрия Болдарова «Похищение Евразии», в которой Юлинский однозначно выступает и лабирует закон об СРП и что такое СРП. Про Юрия Болдарова ничего говорить не буду, поскольку меня спрашивают про книгу. А про книгу скажу так. Он просто не понимает, что он пишет. Сейчас объясню, почему. Реальная практика в области СРП основывалась на указе, который подписал Борис Ельцин в 1993 году в ноябре. В тот момент ни Думы еще не было, ни фракции не было, ни меня как депутата. Еще просто этого всего в России не было. Все образовалось примерно через месяц после того, как этот указ был подписан. Суть этого указа, как и суть метода СРП заключалась в следующем. Поскольку в России тогда денег не было, тот, кто добывает нефть или другие ископаемые бывают касаться нефти, условно говоря, берет треть себе, треть отдает региону и треть дает государству. В натуральном виде. Поэтому это называлось «Соглашение о разделе управления». В этом указе было очень много ошибочного. И поэтому, когда мы стали фракцией в Государственной Думе, мы разработали закон, который исправлял ошибки этого Ельцинского указа. И этот закон был принят. Но эти ошибки были очень многим выгодны. Поэтому никогда ни в одном месте в России закон, который был тогда принят, не был использован. Добыча продолжалась и продолжается до сих пор. Не на основе этого закона, а на основе того, первого указа президента. Поэтому всякая атака на яблоко и на меня лично в связи с СРП, она лишена фактических оснований. И она использовалась как шантаж, как инструмент давления, передачи караулов и все остальное. Это было просто такое вымогательство, грубо говоря. Вот и все. Вот о чем, собственно, идет речь. На самом деле, очень многие страны этим методом пользуются, только это надо по-умному сделать. Что мы пытались сделать в этом законе? Вот такой ответ. И это делалось не в интересах никаких транснациональных корпораций, это делалось в интересах России и для России. К сожалению, так это и остается на базе того, насколько я знаю, на базе того указа, который писал Ельцин. Если захотите об этом поговорить подробнее, у нас есть очень хорошие специалисты в этом деле, и мы готовы обсудить все более подробно. Поэтому, прежде чем писать что-нибудь, то надо в этом разбираться. Юрий Юрьевич в этом вопросе. Как Иван Угитин, он просто не разбирается. Евген Саныч, наверное, Евгений Александрович. Ну, в общем, Евгений Саныч. Вы способны в корне убрать тот произвол, который присутствует уже много лет в высших эшелонах власти? А главное, отвечать за свои слова и действия? Да, способен. Если и когда власть будет в моих руках, я это сделаю. Это будет первое, что я сделаю. И отвечать за свои слова буду. Очень предметно и конкретно. Ниганов. Вот большой вопрос. Экс-премьер Касьянов в своей книге рассказал об одном интересном эпизоде, связанном с вами. Очень большая просьба прокомментировать это. Здесь огромный пост. Наверное, придется его прочитать. Сейчас я его прочиту. Согласовав план совместного подхода наших сторонников, мозг к гордому, мы стали обсуждать, как будет жить после выборов. И буду я все это читать. Найдете, если захотите. Я вам лучше отвечу на это. Он слишком большой. Вот то, что здесь написал Касьянов, или он нечаянно перепутал просто по слабости, либо умышленно написал то, что ему кажется ему выгодно, я не знаю. На самом деле, таких событий просто не было. Да, он хотел всегда, чтобы кто-то из его людей участвовал в наших списках в выборах. Нам это было не очень понятно и интересно, а, собственно, мы его никогда и не отказывали. Но что на самом деле было, я вам могу в двух словах сказать. Однажды Касьянов пытался с нами вести переговоры, это было почти сразу после того, как он решил заниматься политикой. Вопрос он ставил о том, что может ли он в Яблоке получить лидирующую позицию вплоть до председателя партии. Мы ему ответили, что если он будет в Яблоке работать, и пройдет нужное количество времени, там год или два, люди его узнают, будет съезд, и на нем этот вопрос вполне можно ставить. Вот с этим мы с ним и закончили. После этого он ушел и попробовал возглавить партию ДПР, была такая партия, партия Трафтман, демократической партии России. Но это было чисто, на мой взгляд, коммерческое мероприятие. И тогда, что любопытно, в Кремле сделали ровно то же самое, что сейчас сделали с Прохоровым. Провели параллельные съезды, денег потратили больше, чем он, и эта партия досталась Богданову. А он с Ирой командой грустно сидел в портере измайловского гостиничного кульплекса, и ничего у него не получилось. Ну и с человеком, который таким образом решает свои политические задачи, больше разговаривать ни о чем просто мы не хотели. Нам стало это неинтересно. Мы еще встречались, разговаривали, но уже серьезных разговоров с ним просто быть не могло. Потому что если у человека такие представления о том, как делается политика, то он нам просто не подходит. А вообще эта тема очень большая. И я обещаю, что я сделаю отдельный специальный разговор на тему, которая сопровождает демократическое движение уже 20 лет. Так называемая тема объединения демократов. Тем более сейчас это очень понятно и очень внятно можно объяснить на фоне тех событий, которые сейчас происходят в Парнасе, ну и некоторых других. Вот пока все, что могу сказать. Я могу сказать Михаилу Михайловичу, что когда пишешь такие вещи в книге, надо помнить, что книга-то живет вечно. И теперь все будут ее читать и видеть, что вы, Михаил Михайлович, просто соврали. Зачем вам это надо? Налья Ом. Скажите, пожалуйста, каким образом вы собираетесь вести агитацию в провинции, если даже фирмы по печати баннеров, говоря грубо, боятся работать с оппозиционными партиями? Спасибо за ответ. Налья Ом. Спасибо за вопрос. Ваш вопрос очень актуален. Мы с такой проблемой сталкиваемся с 1996 года и очень хорошо ее знаем. Тяжело вести агитацию. Действительно, очень многие фирмы пугаются и боятся. Тяжело делать публикации в газетах. Причем, говорят все одно и то же. Мы к вам, к Яблоку и к вам, Григорий Алексеевич, очень неплохо относимся. Но у нас будут большие неприятности, поэтому мы делать этого не будем. Короче, будем стараться, будем искать смельчаков. Денег у нас больших нету, поэтому деньгами переломить мы это не сможем. Но есть приличные люди, которые чуть меньше боятся, чем остальные. И мы попробуем с их помощью вести агитацию. Но если вы ее не очень замечаете, знайте, причины две. Во-первых, у нас очень немного денег. А во-вторых, люди боятся. Просто боятся. Ксиланд, господин Явлинский, скажите, пожалуйста, возможно ли, и если возможно, то как повысить явку, когда изо всех СМИ нам пытаются внушить, что выбор это бесполезный. Вот посмотрите мое обращение. Расскажите его всем, покажите его всем. Пусть все читают и смотрят. Это правда то, что там сказано. Убеждать надо. Кстати, если каждый из вас агитирует трех человек, явка будет уже совсем другая. Вот поставьте задачу. Вот есть три конкретных человека там. Помимо вашей семьи. Сосед, соседка и одноклассник. Вот троих. Уговорите, будет другая явка. Какие методы? Стесик. Какие методы борьбы с наркоманией вы одобраете? Как относитесь к принудительному лечению наркоманов? Поддержите проект «Страна без наркотиков». Так, я небольшой в этом специалист. Я вам могу сказать, я поддерживаю все законные методы борьбы. Законные методы борьбы с наркоманией. Специального решения этого вопроса у меня нет. Но могу сказать, я против так называемой либерализации в отношении наркотиков. Я в нее не верю. Тем более, не верю в нее в России. Я не считаю, что надо всех подряд наказывать, сажать, хватать и тащить. Но я считаю, что, наверное, самым главным являются два направления. Первое, должна быть честная борьба с наркодилерами. Не уверен, что в условиях такой коррупции, которая есть сегодня в России, эта борьба ведется честно, по-настоящему и в полном объеме. Кроме того, скандалы, которые сопровождают постоянно эти органы, так называемые борьбы с наркоманией, они не внушают никакого доверия и не внушают никакого оптимизма. Но есть проблема еще более крупная. Вот она очень крупная. Иногда говорят вот о чем. Что в нашей стране идет рост доходов населения. А он действительно идет последние 10 лет. И что в этих условиях растет экономика и не нужно никакой политической и вообще модернизации страны. А вот на примере с наркотиками я вам хочу показать, что это очень глубокая ошибка. Наркотики сейчас появляются в таких местах в России, где их раньше никогда не было, потому что там появляются деньги. Там у людей появляются деньги, туда тут же приходят наркотики за деньгами. Наркотики вообще всегда идут за деньгами. А поскольку модернизации политической нет, людям заниматься нечем, политическая, жизненная, человеческая активность людей умышленно, умышленно сжата почти до нуля, отношения людей остаются немодернизированы. То есть прежними, какими-то очень архаичными и прежними, по сравнению с тем, что происходит в 21 веке, возможности у людей очень ограниченные, равенство людей очень сковано, и существует большое неравенство, то нет никаких альтернатив, и деньги уходят в том числе и в сторону наркотиков. И это очень страшно для детей. Я обещаю вам, я постараюсь специально подготовиться по этому вопросу, и мы, может быть, поговорим на эту тему более подробно. Хотя есть люди, которые занимаются этим вопросом всю жизнь, и лучше, чем я, разбираются, но я с ними поговорю. Я поговорю с экспертами, и мы вернемся к этому. Дим Гор. Уже через несколько лет исполнится век, как Россия переживает отсутствие исконной монаршей формы власти. Как вы считаете, лучше ли это время по сравнению с тысячелетней историей правления великих князей? Как я это могу сравнить? Я знаю только одно, что с 1917 года, после государственного переворота, который тогда случился, и после разгона учредительного собрания, Россия живет в незаконном и неправовом поле до сегодняшнего дня. И это является одной из важных, существенных причин, почему в России все эти годы было столько горя, столько бесправия, столько трагедий. Но это тоже тема очень серьезная. Спасибо, что вы такие вопросы задаете. Разгон учредительного собрания положил началу смутного времени в России, которые продолжаются по сегодняшний день. Это очень большая тема. Елиза Лиза. Григорий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, решение каких задач и в каких отраслях вам кажется первостепенным делом в России? Конечно, расскажу. Посмотрите, скоро будет на днях буквально опубликована официальная наша программа. Посмотрите, пожалуйста, наш раздел программы, посвященный домам, земле и дорогам. Она так и называется – «Земля, дома, дороги». Вот это направление сегодня в России я считаю самым главным, потому что это создаёт внутренний спрос. Это особенно актуально, потому что сегодня и вчера. Смотрите, что творится на мировых рынках. А Россия по-прежнему ничего не делает для того, чтобы получить независимость от этого экономического кризиса или, по крайней мере, рецессии, которая наступает. А нужно было всё это время развивать внутренний спрос. И возможности такие у России есть. Вот посмотрите, что мы пишем про программы «Земля, дома, дороги». Вот вы увидите, что самое главное. А от этого уже можно построить любую промышленную политику. Не нужно будет её построить, но это уже будет производным. Альба Сиринга. А скажите, Григорий Алексеевич, если в декабре всё пройдёт нормально, партия в Думу пройдёт, то какие меры против коррупции вы намерены предпринять в первую очередь? Там ведь наверняка останется много прежних лиц, которые не захотят расставаться с кормушками. Прекрасный вопрос. Ещё раз скажу. Скоро будет опубликована программа партии. Я её буду комментировать. Я буду вам рассказывать всё, что там. Там целые разделы этому посвящены. Но суть заключается в следующем. Мы считаем, что Россия должна ратифицировать конвенцию ООН не только по доходам, а контролю за доходами чиновников, но и по расходам. И всегда можно будет сравнить, вот какие доходы и вот какие расходы, и вот как человек тратит на жизнь, откуда он это берёт и почему именно столько. Это один из подходов. Но кроме того, там есть принципиальные предложения о том, как сделать прозрачными собственность чиновников, как сделать так, чтобы не было конфликта интересов, чтобы сам тот же чиновник, который управляет бизнесом, сам этим же бизнесом или его жена или подружка не занимались тем же самым бизнесом. То есть это целый набор мер. И я готов абсолютно конкретный тоже сделать пост по вопросу о коррупции и всё вам рассказать в подробностях. Просто я хочу сегодня ответить на значительное число вопросов здесь. Я сейчас буду подробно всё рассказывать про коррупцию, но основные, мне главное наметить сейчас основные линии. Вот я вам говорю, основные линии – прозрачность и подотчётность чиновников. Всё это можно сделать на раз, только захотеть. Григорий Алексеевич, что вы думаете о китайской угрозе? Все магазины наводнены, сделаны в Китай товарами. Много граждан этой страны живут у нас, в Сибири. Относительно недавно мы отдали им остров. Кстати, никого об этом не спрашивали, в смысле в стране. Мы когда-то говорили об опасности экономического союза с Китаем. Сейчас ситуация ухудшилась или улучшилась? Есть ли необходимость принятия каких-то мер и каких? Спасибо. Да, эта проблема существует. Китай – великий сосед, но экспансия Китая неизбежна. Китай всегда будет интересоваться нашим рынком. Китай всегда будет интересоваться самой большой страной в мире, потому что он – самая большая по численности населения страна в мире. И, естественно, он будет всегда интересоваться. Кроме того, подумайте, плотность населения в России за Уралом 3-4 человека на квадратный километр. А за Амуром на юге, то есть в Китае, 170-180 человек на квадратный километр. А примерно 60% мировых запасов полезных ресурсов находится в России, именно на этой территории, которую мы называем Сибирь, а китайцы называют Северо-Восточная Азия. Вот из этого моего ответа вы поймете, насколько все это серьезно. Что нужно делать? Должна быть крепкая экономика. Я считаю, должна быть прямая помощь населению на Дальнем Востоке и Восточной Сибири для открытия собственного дела. Ну а самое главное, и снова вернуться к своей программе. Земля, дома, дороги. Отдайте людям землю в частную, это я обращаюсь к правительству, в частную собственность отдайте. На Дальнем Востоке, в Сибири можно отдавать по 60 и может быть даже больше соток. Проведите коммуникации, инфраструктуру, дорогу. Сейчас деньги у России есть. Поддержите людей, чтобы они бизнес там могли свой открыть. Вот это главное направление. Тогда будет рождаемость, тогда будет меньше пьянства, тогда будет освоение страны, обустройство нашей собственной страны. А опасность есть. Опасность называется утрата суверенитета России на Дальнем Востоке. Заниматься этим нужно каждый день. И билет не должен стоить столько, сколько он стоит сегодня из Владивостока в Москву. Он должен быть почти бесплатный. Он должен быть такой же, как билет из Петербурга. Царь это даже понимал. Он доплачивал за проезд от Иркулска, даже от Томска до Дальнего Востока. Бесплатный был проезд для людей. Почему? Потому что ему необходимо было, чтобы было чувство единства, чувство Родины. Понимание, что Петербург и Москва столица. В то время Петербург, а сейчас Москва, что это столица России. И что каждый ребенок, который рождается на Сахалине, обязательно должен побывать в Москве столько раз, сколько ему хочется. А сейчас что? Сейчас билеты стоят как в Нью-Йорке, даже дороже. Это же невозможное дело. Вот этот комплекс мер и есть. Комплекс мер, который позволит нам сохранить свой суренитет. Позволит защитить наши границы. А это, кстати, одна из самых главных задач России в 21 веке. Это национально-государственная идея. Сохранить Россию в нынешних границах в 21 веке. Это наша общая с вами главная задача. Это очень непросто. Потому что у России самые протяженные границы с самыми нестабильными регионами мира. Вот какая перед нами стоит задача. Поэтому нам нужна мощная экономика. Будет мощная экономика, будет мощная армия. Но, опять же, это длинный разговор. Эйвел Фаэтон. Ваше отношение к развитию IT и поддержке IT-компаний малого и среднего размера. Дорогой Эйвел. Ну, какое может быть отношение? Ну, это будущее. Что тут вообще обсуждать? Информационные технологии. Это будущее в 21 веке. Кстати, должен сказать, что, на мой взгляд, способности людей отстают от возможностей информационных технологий. Вы посмотрите, сколько всякой муры распространяется с помощью мощнейших информационных технологий. А что-то содержательное людям иногда придумать очень трудно. Это вот даже противоречие в этом. Но это тоже тема особая. Это тема очень интересная. О том, что сейчас происходит в мире и в мировом сознании. И как развивается искусственный интеллект. И как сравнить искусственный интеллект с природным интеллектом. И кто кого опережает, и что из этого получается. Ну, это специальная тема. Всячески считаю. Я называю это креативным бизнесом. Считаю, что направление креативного бизнеса в России это одно из самых главных направлений. И даже могу сказать вам, что нужно сделать, чтобы это креативное направление бизнеса, вот я так предлагаю это называть, креативный бизнес. Да, кстати, как и всякий, почти другой. Как чтобы это работало? Если человек чувствует, что собственность его защищена, и что у него есть определенные гарантии от государства, что если у него не сразу получится бизнес, его дети не останутся без куска хлеба, а родители не останутся без необходимых лекарств, а это значит, что если у него есть такая уверенность, он может рисковать, а не бывает креативного бизнеса без риска. Все. Мы будем впереди планеты всей. Потому что таких способных креативных людей, как в России, нет почти нигде. К сожалению, они уезжают. Почему они уезжают? Потому что они ни в чем не уверены. Они никогда не знают, что с ними будет завтра. Они не знают, сможет ли их семья выдержать, если они рискнут, а дело провалится. А без риска нельзя сделать креативный бизнес. Есть программа для этого всего. Да, собственно, и программа особо не нужна. Понимание этого надо. Ну вот. А дальше ваш вопрос говорит, а какое отношение к Сколку? А Сколково-то здесь при чем? При чем? Это просто такая дорогая школа. Ну и вот и все. И в советское время были спецшколы, для людей, у которых много денег. И это, типа, дорогая школа. Интересно именно IT. То есть, как во многих странах наукоинформационные компания имеют дополнительные вот, я вам сказал, налоговые и прочие. Да дело даже не в послаблениях. Дело, как экономисты говорят, в институциональных условиях. Чтобы не отобрали. И чтобы были определенные гарантии, позволяющие вам рисковать. И все. И все. Ну, может там пять лет не брать никаких налогов. Тоже никто не обеднеет от этого. Но зато, какой будет развитие, какая скорость, какой прогресс. Капибарс. Здравствуйте. Интересно ваше мнение. Вот по какому вопросу. Как, на ваш взгляд, должна строиться коммуникация взаимодействия государства и социальных медиа, интернета в целом? Как вы оцениваете инициативы господина Чайки и его региональных коллег? Ну, я слышал об инициативах, что там что-то они все хотят контролировать. Грибоедова, помните, нет? А судьи кто? Кто может взять на себя ответственность, выносить решение, что можно делать и чего нельзя делать? Мне очень трудно себе представить. Еще раз могу сказать. Думаю, что все должно быть просто по закону. Должен быть общий закон о том, как это все должно быть устроено. Но направление этого закона, с моей точки зрения, должно быть следующее. Я считаю, что оно должно быть максимально свободным. Максимально свободным. И государство должно участвовать наравне со всеми в интернете. Вот так я думаю. Поли мы. После неудачной попытки штурма Грожного и пленения российских танкистов. Вы отправились в Чечню, пытались провести переговоры с Дудаевым, предлагая себя в заложники в обмен на пленных. Являлся ли этот поступок для вас обдуманным? Рискуя жизнью, о чем вы тогда думали в первую очередь? В первую очередь я думал о солдатах, от которых отказалось государство. Я вам напомню суть дела. Собрали людей, отобрали у них документы, заплатили им деньги и сделали из них наемников под другими именами. Что якобы наемники там разгромили боевиков. Эти бедняги наемники, так называемые, в мгновение ока либо погибли, либо оказались в плену боевиков. И тогда Дудаев сказал, если Россия признает, что это она все организовала и что это ее солдаты, мы их отпустим. А если не признает, мы их уничтожим. Потому что они наемники. Так вот, вы сами посмотрите в интернете, кто тогда был во главе ФСБ, кто был во главе Министерства Африканских, кто был во главе МВД. А президентом тогда был Ельц. Это ноябрь-декабрь 1994 года. Все они отказались от этих ребят. А я был тогда депутатом, лидером фракции. Я позвонил туда и ему сказал, а я от них не отказываюсь. Это наши солдаты. И я, как представитель государства, являясь депутатом, беру ответственность на себя. Он сказал, что если вы хотите об этом разговаривать, прилетайте. Я собрал свою фракцию и сказал, кто со мной полетит. Со мной полетели несколько человек, кстати говоря, Вельников, Митрохин, которых вы хорошо, наверное, знаете. Мы прилетели туда, Руслан Наушев нам дал самолет, мы туда прилетели. И я не пытался провести переговоры, а я провел переговоры. И я половину захваченных в плен солдат привез в Москву. А еще восемь гробов с трупами наших солдат, с останками. Вот. И солдат этих мальчишек молодых вернул, плачущих, в прямом смысле, родителям, возле подъезда в Государственный Дум. А случилось это только потому, это длинная история, но случилось это только потому, что я сказал, когда был там, что я готов остаться, если вы отпустите солдат. Потому что я, как представитель государства, несу ответственность за то, что сделали с этими ребятами. Ну, в итоге, переговоры привели к тому, что я уехал и половину солдат оттуда привез. Что случилось с остальной половиной, я точно не знаю. Обещали их сохранить им жизнь. Ну, не знаю, что случилось. Больше я не смог привезти. И если бы я сам их не отвез в Москву, то они бы оттуда и не улетели. Это было страшное дело. Вот все, что я вам могу сказать, и о чем я думал, и как это было. Меня многие тогда расспрашивали об этом, но я не очень много об этом рассказывал. Если вы станете президентом, то что будете делать с телом Ленина и Мавзолеем? Да ничего я пока не буду делать. Вы знаете, я прочитал одного священника, который, на мой взгляд, сказал очень умную вещь. Тело Ленина и Мавзолея нужно убрать и реконструировать после того, когда идеи большевиков Ленина будут изжиты из сознания России. Потому что из политической практики. Потому что, если сделать наоборот, просто вынести это и думать, что работа сделана, и на этом успокоиться, толку от этого никакого не будет. Поэтому я думаю, что он написал правильно. не с этого нам начинать. И это главное. Не с этого. 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 Не с этого.